Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, нам близкими, что называется, по мировоззрению, по духу, чужих не держим. Сегодня у нас в гостях Олег Родзинский. Олег, приветствую вас, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение в программу. Олег Родзинский, напомню, писатель, диссидент ещё советского типа, можно так сказать. Один из последних, если не последних, я помню, когда книжка выходила ещё в издательстве в Московском, вас представляли ваши издатели как последнего советского политзаключённого. Ну, вполне возможно, что один из последних, да? Один, один точно. Один, да. Олег, с вашего позволения, я не могу не сказать, поскольку мы выходим вот сегодня, когда сегодня утром пришло очень скорбное известие о смерти, надеюсь, нашего общего товарища, замечательного историка и журналиста, и правозащитника Николая Карловича Сванидзе. Это вот для меня абсолютно такой вот знаковый человек, с которым мы долгие годы проработали, что называется, бок о бок и на их и Москвы, и вообще он был близким человеком. И для меня это такой вот образ настоящего русского интеллигента. Поэтому мне бы хотелось начать нашу передачу со слов соболезнований и скорби по поводу кончины Николая Карловича и соболезнований его близким. Я присоединяюсь к вам, Ксения, действительно большая потеря. Ну вот тогда, может быть, и поговорить немножечко для начала о судьбе русской интеллигенции, которой, наверное, вы и себя тоже относите, кто как не вы. Как вы считаете, насколько этот вид вообще сегодня существует ли он? И воспроизводится ли он? Или вот уходят люди, и вместе с ними это понятие уходит навсегда, ни коим образом не имея никакого продолжения? Ксения. Я думаю, что перед тем, как говорить о том, уходит ли вид, нам нужно определить, что такое русская интеллигенция, поскольку иначе мы с вами заразимся такой общей бедой российского дискурса, мы будем говорить неопределив термины, и как бы непонятно, о чём мы будем говорить. А если под русской интеллигенцией мы подразумеваем русскую интеллигенцию в понимании её литературы XIX века, из которой мы все выросли, то есть это часть общества, которая объединена не образованием и знаниями, а определённым пониманием моральной ответственности перед обществом, то мне кажется, что это совершенно не вымирающий вид, это есть. И я как раз вот эта страшная война, которую начал Путин против Украины, мне лично как человеку, который был достаточно, как мы с вами говорили, перед передачей уже давно достаточно покинул страну, меня выслали в 87-м году из ещё Советского Союза. Вот. Но когда началась война, то я включился в общественную деятельность, в такую став управляющим директором... Нет, не благотворительной, наверное. Общая, да, организация британской настоящей России. И я был поражён количеством добровольцев, количеством волонтёрского движения, россиян, которые сами в это время оказались на Западе, в общем-то, без всякой поддержки, с ужасным отношением западных правительств к ним, хотя они, эти люди, которые были против Путина, против его войны, они уехали, чтобы не жить в стране-агрессоре. Вот. Но они прилагали все усилия, чтобы помочь украинцам и жертвам путинской агрессии. И, честно говоря, я просто не представлял вот силы этого морального заряда, который существовал и существует в российском обществе. И вот это, собственно, на мой взгляд, и есть интеллигенция. Неважно, если эти люди, они профессора университетов, они водители автобусов, работники метрополитена или кто-то ещё, но вот они, эти люди, которые... Это неравнодушные люди, для которых есть понимание моральной ответственности и общественной значимости. Вот эта интеллигенция. Я считаю, это живёт. Это живёт. Ну, а что касается так называемой такой интеллектуальной прослойки, та, которая двигает и движет философскую мысль российскую, насколько она, на ваш взгляд, сегодня продуктивна? И кого мы, собственно говоря, причисляем к этому классу? Ну, вы знаете, это живёт неважно, где находится эта прослойка. Давайте, понимаем, да? Тонка прослойка. Потому что вот вчера, например, я встречался с таким замечательным моим другом Андреем Леонидовичем Зориным, который является профессором Оксфордского университета. Это много лет, на протяжении последних 21 года он работает в Оксфорде. Он знаменитый профессор Оксфорда. Менее ли от этого Андрей Леонидович стал двигателем российской интеллектуальной мысли? Да, конечно же, нет. Он издает монографии, пишет о российской истории. Так что это всё есть. И как раз я его вчера спросил, я сказал, Андрей, а что происходит в России как раз в вашей области, в области такого продвижения, осознания российской интеллектуальной истории и российского общества? Он сказал, что да, там есть люди, которые работают, которые пишут, продолжают, и был как раз всплеск в конце десятых годов. Были изданы очень интересные книги. Он сказал, что сейчас меньше. Вот, естественно, в связи с войной стало всё меньше и меньше, потому что люди просто, многие уехали и занимаются, к сожалению, чисто бытовыми проблемами вместо бытийных проблем. Но это есть, это существует. Мне трудно сказать, я, может быть, неправильный человек, которому нужно задать такие вопросы, поскольку, как вы правильно начали, знаете, страшно далеке они от народа. Вот я достаточно далёк от интеллектуальной жизни вообще и от интеллектуальной жизни в России в частности. Но тем не менее, дорогой Олег, вы выпустили сейчас книжку, которая называется «Покаянные дни». Понятно, что это такой омаж в сторону товарища Бунина, господина Бунина, да, с его «Окаянными днями». Но тем не менее... Это же книга про нынешнюю Россию, про современную Россию, про современную, в том числе, интеллигенцию, как я понимаю. Значит, нет этого разрыва, значит, вы это чувствуете, значит, несмотря на то, что вы в 87-м году расстались, но вы не расстались, не расстались. Ну, вероятно, и не расстанусь. Я думаю, так, вы правы, Ксения, потому что это... Но вы знаете, у меня лично, я очень долго жил без России, я очень долго жил без России, после отъезда, поскольку я переехал в Америку, я совсем как бы отдалился, ну, естественно, и географически, и внутренне, и много лет жил без этого. Но вот благодаря Владимиру Владимировичу Путину, он вернул меня, как бы приблизил меня обратно к России, потому что тут нужно было делать, и мы начали делать те вещи, которые мы делаем там с Григорием Чехартишвили, Михаилом Барышниковым, Сергеем Гуреевым. И я в это погрузился. Но Крым-то, как я уже сказал, меня поразило вот это колоссальное волонтерское движение, потому что, когда наша организация, мы же, ну, в первую очередь, мы, естественно, помогаем украинцам, украинским беженцам, и также жертвам путинской войны внутри Украины, но в том числе мы давали много грантов российским волонтерским организациям, которые помогали украинцам. И я объездил вот как бы места новой диаспоры, Ксения, потому что вы это знаете лучше, вам это ближе, потому что вы не так давно покинули Россию. Вот, и я как бы объездил там от Берлина до Тбилиси, Стамбул и так далее, и я посмотрел на всех этих людей, и я, в общем, как бы меня вот это зарядило, и я понял, что я должен написать, да, это я должен написать что-то, чтобы осталась какая-то память, какой-то срез времени вот об этом, и должен написать, просто сесть и написать. Вот я сел и написал этот роман. Но всё равно вам же нужно было узнавать какие-то детали, поскольку всё-таки это, как я понимаю, это роман, роман. То есть это местодействие, это Москва, это люди с сегодняшнего дня, самых разных поколений. Ну, я не читала ещё роман, надеюсь, прочитать. Я прочитала всё, что было о нём написано, и как бы представляю себе вот конструкцию, из чего он сделан. Он всё равно сделан из деталей сегодняшнего дня. Да? Он сделал, безусловно, из деталей сегодняшнего дня. Я надеюсь, у вас будет возможность его прочитать. Пока он существует, он издан издательством Бабук. Это издательство Акунинское, да? Да, библиотека Бориса Акунина, да. И как раз завтра у меня появится, наконец, бумажное издание, пока он существует в электронной и аудиоверсиях. Его можно приобрести на сайте издательства Бабук. Да, да, безусловно, это роман, это роман. И как я не могу... Есть как бы разные виды литераторов. Кто-то может полностью придумать вымышленный мир и создать его, и жить в нём, и поселить в нём героев. Мне даже при самых... А я писал, в том числе, и такие метафизические романы, где всё было достаточно фантастично, мне необходимы детали. Мне необходимы детали, чтобы... Вот даже если, как бы, не знаю, сейчас в порядке бреда, герой летает, но я должен знать, из чего состоят его крылья. Вот как это? И это должно быть реально. И я помню, я писал какой-то рассказ один раз, и у меня деревня находится в якутском доме для умалишённых, и им дают таблетки. Это определённые таблетки, вот есть определённое название. Но я не знал, они бывают двух видов — белые и синие. Я помню, как я звонил в якутский Минздрав и выяснял, вот какой вид таблеток они дали, чтобы всё было точно. Да, вы совершенно правы, мне нужно было это изучить. Я был с людьми, которые выехали недавно, и таких, к нашему сожалению, множество сейчас, которые были вынуждены, люди, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за путинского режима, из-за преследования режима, из-за нежелания жить в стране как бы при режиме агрессоре. Да, и я им очень благодарен, потому что они очень многое мне рассказали, я очень многое от них узнал того, что я, конечно, не знал бы как человек, который уже очень-очень-очень-очень давно там не живёт. Если отталкиваться от названия «Покаянные дни», правильно ли я понимаю, что это в том числе и о неком озарении о том, как пелена сходит в глаз, и когда человек вдруг понимает, как, что на самом деле происходило, и что предшествовало этим дням окаянным, в которых мы сейчас оказались? Нет, мне сложно ещё открыть, потому что вы ещё не прочли текст, и мне не хочется его пересказывать. Но, в принципе, это о семье, такая московская сага во время вот этой войны ужасной. И это о семье творческой интеллигенции, которая на протяжении многих лет, ещё при Советском Союзе и позже, они создали себе свою собственную страну. Помните, был такой термин, да вы, наверное, помните ещё в советское время, внутренняя иммиграция. Конечно, все так жили. Да, вот они себе создали, и, в принципе, как бы они жили в этой своей стране. Сначала они жили в своём Советском Союзе, в своей Москве, потом они жили. А где-то там, за окнами их квартиры, на Воротниковском переулке, была другая страна, с которой они периодически сталкивались, в метро, в магазинах, в автобусах. Но как бы они всем делают вид, что её нету, что той страны нету. И они живут абсолютно отдельно и автономно от неё. Поэтому как бы вот тот, как сказать, «так», «так» — это вот то, что на обложке пишут этой книги, он так вот, что война началась в телевизоре, а потом танки скатились из голубого экрана в наши квартиры, и вместе с ними пришла война. Как этот аквариум, в котором они жили, вот на обложке книги, вот этот стеклянный аквариум, а внутри него комната. Как этот аквариум, он пошёл трещинами, а потом просто разбился. И вдруг они поняли, что больше так жить нельзя, потому что вот действительность пришла. Ну и дальше разные выборы, которые делают разные герои. Кто-то решает, что он может приспособиться, кто-то решает, что не может приспособиться, кто-то решает, что-то делать, а кто-то решает сделать свой собственный выбор. Вот, собственно, об этом книга. То есть можно это сказать, что события, которые происходят сейчас, в этом есть некая расплата за вот это вот прекрасное душие и за эту попытку спрятаться в своём стеклянном доме. Я имею в виду вот и интеллигенцию, и такую либеральную часть общества, вообще большую часть маленького гражданского общества, которое успело вообще каким-то образом сформироваться за годы до того, как началась, собственно говоря, реакция. Да, можно сказать, что да, мы проигравшие полки, но это в какой-то степени наш выбор. Это поражение. Я боюсь, что так, Семь. Я боюсь, что так, потому что был момент, как я понимаю, и я приезжал в Россию, потому что у меня были... Каждый раз, как выходила какая-то очередная моя книга, то издательство меня приглашало приехать в Россию с выступлениями. И я помню эти настроения, когда как бы каждый жил своей жизнью, каждый занимался своими делами, и казалось, да, конечно, ужасно неприятно. Там вот Ходорковского посадили. Ну какой кошмар, действительно жутко. Ну НТВ отобрали, ещё что-то. Становится всё хуже и хуже, зажатие и зажатие. Но в принципе, жизнь-то продолжается. Всё-таки разрешают делать какие-то проекты, идут спектакли. Вот посмотрите, что Кирилл, Симон Щеребрик, что ему разрешили поставить. И уже, я помню, что это уже в 12-13 году после протеста появилось слово «разрешили», которого не было во время перестройки, потому что понятно, что уже разрешили всё. Это уже как бы подождалось, это мы им разрешим или не разрешим. Да, и люди занимались собой, они занимались своими проектами, в своих проектах была, собственно, их жизнь, как обычная творческая интеллигенция. И при этом, ну, я, естественно, я никогда никого не осуждаю, это выбор каждого, я не имею права никого осуждать. Но, в принципе, просто прозанимались своей жизнью пока… Вы знаете, там у меня есть герой один замечательный такой, это реальный человек, которого я встретил в Тбилиси, это совершенно потрясающий парень. Вот представьте себе такого, такого московского холёного красавца лет сорока, который в Тбилиси мне объясняет следующее. Я ему говорю, слушайте, а вы кто вообще? А у него он создал поразительную организацию, которая в Тбилиси сидит и кормит украинских беженцев и помогает им оформлять документы для дальнейшего путешествия в Европу. Он говорит, я вообще медиа-менеджер. Я говорю, а как вы всем? Он говорит, я никогда не занимался политикой, никогда. Всё, что я делал, мы были такая барная тусовка. И вот там девочки, скутеры, путешествия в Африку, вот это вот мы. И мы как думали? Мы думали, ну сейчас эти вот старые уроды передохнут, а их сыновья всё равно ничего делать не умеют, кроме того, как он выразился в жаргоне, пилить бабло. А мы у них перехватим инициативу и построим нормальную страну. И говорит, вот я, говорит, собственно, очень увлекался водным скутером, участвовал в гонках. И вот знаете, говорит, пока мы, Олег, гонялись на водных скутерах, они пришли первыми. Вот. И вот знаете, да. Похоже на Боря Немцова, то, что вы описываете, вот у него приблизительно тоже такие были когда-то рассуждения. И вот, вы знаете, и вот я говорю, ну и что вы делаете? И вот он задержал эту организацию, всё делает. Он говорит, ну он говорит, слушайте, а что я могу сделать? Моя страна убивает украинцев. Ну что ты, я должен сделать? Я же не могу просто так сидеть. Да, и таких людей оказалось, что меня поразило. Причём, знаете, без всякого пафоса, такой циничный московский парень, который заработал денег всё это время в медиаагентстве. Но вот когда пришла пора, он бы сделал выбор. Ну, кстати, таких много сегодня среди тех людей, которые уехали, среди релакантов. Потому что тут, это тоже такое огромное поле, пространство для изучения вообще вот этого сегмента новых иммигрантов. Иммигрантов путинской поры, иммигрантов военной поры. Уж не знаю как. Вот, Ксения, я вас должен остановить. Я как-то на какой-то конференции сказал слово «иммигрант». И друг мой, Кирилл Рогов, он буквально нас хватил за руку и сказал, «Олег, мы не вы, мы не иммигранты». Я говорю, фамилия Кирилла, кто живёт? Он говорит, «Мы релаканты». Мы не эмигрировали. Мы просто реласцировались. Понимаете, потому что, конечно, когда вот моё поколение, ну, у меня своя история, но вообще-то, когда моё поколение уезжало и раньше, то наш самолет, в общем, летел в один конец. И билет у нас был в одну сторону. И никто никогда не думал, что снова увидит родную посадочную полосу аэродрома Шеметера. А вот, ну, не знаю, 99% людей, с которыми я говорил, которые уехали после войны, они абсолютно твёрдо намерены вернуться. И даже существует такое движение… Первым рейсом, да? Да, да, first flight, первым рейсом. Мне рассказали о нём люди из организации «Ковчег» в Истамбуле. Это организация, которая помогает выехавшим, они им дают жильё, оказывают им помощь, юридическую поддержку и так далее. Вот руководит замечательная женщина Настя Буракова. Это Ходорковский состал. Да, вот, и они мне рассказали об этом. Это был апрель 22-го года. Они мне… Извините, апрель 23-го года, когда они мне рассказали об этом. Ну, здесь тоже очередная дискуссия на эту тему постоянно происходит в рядах релакантов-эмигрантов. Надо ли распаковывать чемоданы? Естественно, все вспоминают годы, там, не знаю, первую волну эмиграции после революции, после переворота, точнее, так сказать, и после гражданской войны. И как ошиблись те, которые сидели на чемоданах и тоже думали, что первым рейсом первым рейсом, но всё это затянулось на десятилетия. Вот, на ваш взгляд, вы вообще на эту тему говорите с новыми релакантами? Убеждаете их всё-таки эту мысль отбросить наивную, о том, что завтра всё кончится, и я вернусь домой. Я на эту тему по просьбе Григория Шаловича Хартишвили написал эссе, которое было опубликовано в журнале «Наш организация» «Настоящая Россия» у неё есть свой журнал электронный, и там оно было опубликовано, которое называется «Непричастность». Вот о том, как раз о разнице между нами, которые уезжали навсегда, и о людях, которые уезжают, уже уехали сейчас, но они не уехали, как они мне продолжают объяснять, а релакцировались. Я считаю, что единственное, как можно жить, это распаковав чемоданы и жить как будто ты здесь навсегда. Это не значит, что не надо хотеть вернуться, не надо стремиться вернуться, сделать всё для того, чтобы когда-либо вернуться. Но ощущение временности будет вас всегда держать и сдерживать от того, чтобы построить свою жизнь, и вы будете как бы… Будет такой шизофренический раздрай. И вот это, к сожалению, есть. Потому что вот это, к сожалению, есть среди нынешней релокации, на мой взгляд. Потому что когда я говорю с ними, то, собственно, существует… Вот какое у меня впечатление? Вот представьте себе, Ксения, Атлантида затонула, да? Да. Но есть часть атлантов, которым удалось выплыть на близлежащий берег, на материк. И вот они сидят на пляже и говорят о двух вещах. Они рассматривают два варианта. Первый. Как бы нам поднять со дна затонувшую Атлантиду и снова туда переплыть и там жить? Второй вариант. Как бы нам в отдельной… Знаете, помните, как в отдельно взятой стране построить марксизм? Как бы нам на этом отдельно взятом пляже заново построить Атлантиду? Вот. Нет. Я не знаю. Я бы так… Опять-таки, я воздержусь от того, чтобы давать советы россиянам, которые покинули свою страну. Они намного лучше меня знают ситуацию, свои собственные интересы и чаяния. Но мне кажется, это просто намного легче взять и уйти с этого уже пляжа вглубь материка, начать жить как будто ты здесь и устраиваться уже как будто ты здесь поселился навсегда. Но при этом, естественно, если вы собираетесь вернуться обратно, то когда-нибудь вы вернетесь обратно. И тому были примеры. Мы можем посмотреть на другие государства, на те же самые страны Балтии, куда через много-много лет вернулись иммигранты. Не знаю, были они. Они, наверное, были все-таки иммигранты, которые вернулись. Послушайте, вот мой друг Танас Венслова в Литве, который, знаете, в 1977 году его выгнали из его родной Литвы. Ничего, он, побыв профессором Ейля, много-много лет вернулся. Кстати, вчера у него был день рождения, его поздравлял. И является национальным героем в Литве себя. Так что, да. Но устраиваться надо, знаете, временное – это самое долговременное на самом деле. Конечно. Ну, собственно, как возвращались и советские инакомыслящие. Слушайте, мы разговариваем с человеком, которого в 1987 году выслали, по сути, в Соединенные Штаты Америки. В это время это уже бушевала перестройка. Уже было совсем другое время. И наоборот, люди-то уже стали возвращаться потихонечку. Я помню, чуть ли не в 1987 году было знаменитое письмо 20-ти, опубликованное в московских новостях. Пусть Горбачев предоставит нам гарантии. Это обращение советских инакомыслящих. Я их именно так называю, поскольку это не столько диссиденты, сколько именно инакомыслящие. Лишённые советского гражданства Аксёнов, Юрий Петрович Любимов и многие-многие другие. И Войнович, по-моему. И кто-то вернулся, кто-то не вернулся, кто-то не поверил. Вы уехали тогда, в 1987. Но вы возвращались ведь тоже? Ну, я вернулся первый раз в 1994-м по приглашению Российского министерства финансов, поскольку я уже в это время стал инвестиционным банкиром. И началось строительство фондовых рынков в России. И они создали комиссию, такую из-за американских в основном специалистов, и меня пригласили в эту комиссию. В 1994-м году я первый раз посетил. В 1994-м году уже война началась в Чечне. Уже было всё как бы для многих людей, ну, для меня точно, это был какой-то поворотный момент, когда ты вдруг понимаешь, что это совсем не то, о чём грезил, да, и куда как бы думал, что в это движется прекрасная Россия будущего. Это я говорю дорогим детям. Прекрасная Россия будущего у нас уже была. Это очень пессимистично, Ксения. Но я бы хотела, да, конечно же, обратиться к вашему опыту. Вы уже несколько раз упомянули настоящую Россию, как такая вот действительно организация, движение общественное, которое помогает и новым эмигрантам, новым релакантам, а помогает ли оно новым и старым политзаключённым, политзаключённым, которые находятся сейчас в тюрьмах в России? Нет. Как организация – нет. Почему? Потому что мы регулируемся, всякая глупая бюрократия, глупая британская бюрократия, мы регулируемся Королевской комиссией по благотворительности. Королевская комиссия по благотворительности, я могу сказать, как человек, который провёл какое-то время в тесном общении с Комитетом государственной безопасности, ну, Комитет государственной безопасности – дети по сравнению с Британской Королевской комиссией. В смысле, по бюрократии или почему? По мере надзора. Боже мой, да что ли? То есть они… Послушайте, значит, дело в том, что когда вы регистрируетесь с этой Британской комиссией по благотворительности, вы должны им предоставить колоссальное количество документов, в том числе вы должны описать свою миссию. И наша миссия была, естественно, это гуманитарная помощь гражданскому населению Украины жертвам путинской агрессии, как в самой Украине, так и за её пределами и беженцами. В частности, мы начали 1 марта 1922 года. И как только мы заикнулись о том, чтобы помочь каким-то российским политзаключённым или вообще российской оппозиции, нам женщина с удивительно нестандартной для Британии фамилией Джонс, вот, миссис Джонс, прислала мне колоссальное письмо, как управленческий директор, что ни в коем случае мы не должны делать этого, потому что нас лишат статуса тут же в Британии, потому что это не входит в рамки нашей миссии. Да, потому что мы должны действовать строго в рамках заявленной миссии. Поэтому вот есть вещи, которые мы не можем делать как организация, но это никак не останавливает каждого из нас, из создателей и руководителей этого движения, оказывать помощь тем, кому мы хотим, оказывать её как частные лица. Конечно же, вы следили за обменом, который происходил. Да, безусловно. Как вы оцениваете вообще это событие, насколько оно значимо для сегодняшнего дня? Слушайте, я счастлив, что люди, которые реально, особенно Владимир Владимирович Керамурзал, которого мы знаем все не очень хорошие здоровья, и которого уже до этого пытались отравить. Я счастлив, что это люди в безопасности, что это люди со своими семьями, со своими родными и близкими. Это просто действительно замечательно, что были вытащены 16 человек, которые иначе могли бы никогда не выйти. Похоже на судьбу вашу. В том смысле, я имею в виду методы. Да, вы сидели в течение, по-моему, год тюрьмы, и потом была ссылка, да? Да, пять лет ссылки. Да, и понятно, про этот опыт я тоже хотела спросить вас отдельно. Но дальше, когда вас помиловали, насколько я знаю, там тоже все это было, да, процедура, когда это помилование, что нужно было то ли писать прошение, то ли не писать прошение. Потом намёк или настоятельная рекомендация уехать. По сути, высылка похожа на то, что сегодня происходило с нашими... Я не знаю деталей. Я думаю, и да, и нет. Потому что я, собственно, узнал о том, что я помилован, когда меня вызвали, просто мне дали подписать акт о помиловании Верховным Сайтом. Я же не просил никакого, не подал прошения. А что мне было сказано? Что президент Верховного Сайта имеет прерогативу помиловать без всякого прошения. Если они это хотят делать. И тогда куча людей, осуждённых по 70-й статье антисоетской агитации и пропаганда, просто они были помилованы. Как бы были... 36-й лагерь был практически распущенный в Пермской области. Перм 36 знаменитый. Да, да, да. Вот, да. В Мордове многих освободили. И этих-то ребят просто посадили в самолёт и отправили. Само, конечно, ничего подобного не было, но мне просто сказали, что если вы хотите остаться здесь, что мы вам настоятельно не рекомендуем, гражданин Родзинский, то мы хотели бы, чтобы вы подписали бумагу, что вы не будете заниматься противоправной деятельностью. То есть политической, по сути, да? Было написано противоправной. Мне дали эту бумагу. Я говорю, я ничего подобного подписывать не могу, потому что я как бы... Если я решу чем-то заниматься, а сейчас подпишу, то получится, что я обманул и вас, и себя. Они говорят, ну, тогда вам лучше эмигрировать. Потому что мы никогда вас не пустим в Москву, не дадим заниматься профессией. Сразу было явно... Но они-то, бедняги, не знали, что это им через какое-то время не даст. Да, такие были времена. Нет, ну, конечно, с этими людьми было по-другому. Насколько я понял из сообщений, потому что я из пресса ознакомился с этим, их просто взяли, посадили в самолет и с упражнения ФСБ и отправили в Берлин. Про опыт тюремный и вообще вот этой вот жизни в неволе. Знаем мы все про знаменитый спор Солженицына и Шаламова. Полезный опыт тюремный. Знаем эту разницу, что Солженицын говорил, да, безусловно. Коротко отвечая, Шаламов категорическое нет, что ничего кроме расчеловечивания этот опыт не даёт. Как вы на этот вопрос отвечаете? Вы знаете, это всё зависит очень от человека, от самого человека. Мне лично это было очень полезно. Я помню, как меня какие-то даже дистанции осуждали, когда я сказал, что я благодарен Компетру Солженобезопасности за этот опыт, потому что, слушайте, я был очень молод. Мне было там 22 года. Я был такой московский шалопай, как тогда говорили, из семи творческой интеллигенции. И, в общем, я никакого народа в своей жизни не видел, кроме нашего садовника Павла Николаевича. У нас на даче был садовник, вот я помню. Вот это был единственный народ, и я собрался его спасать, этот народ, вот ничего о нём не зная, никогда с ним не общаясь. Поэтому для меня это был, конечно, безусловно, очень полезный опыт. Я, по крайней мере, у меня, вот я сидел сначала на строгом режиме, потом я был в ссылке на лист Павале в Сибири. Я как бы вот этот повидал, посмотрел. Для меня это было очень полезно. Для кого-то, безусловно, ну, послушайте, я был молод, я ни за кого не отвечал. Но я понимаю, что люди, которые старше, которые как-то уже построили свою жизнь, у которых есть семьи и так далее, вот, они, безусловно, для них это может быть очень более трагическим моментом, потому что я это воспринимал, как командировку, куда меня отправили собрать творческий материал. И вот, что я смотрю большое кино, в котором я же сам играю главную роль. Вот так. Плюс, конечно, понимаете, все-таки последние годы советской власти такие, вот, меня посадили в 82-м, и в 87-м освободили. Но все-таки это были сравнительно вегетарианские времена, по сравнению с тем, когда сидели Шаламов и Солженицы. И особенно Шаламов, который на Колумбе сидел, в страшном, в страшном лагере был. Вот. Поэтому, да. Но, опять-таки, знаете, это сейчас, как мне говорят мои друзья, правозащитники, которые находятся внутри России, люди, которые помогают политзаключенным, все намного жестче, чем даже было в последние времена Советского Союза. И хуже. Так что, конечно, опять-таки, я думаю, что это зависит от человека, кому-то... Вы знаете, Ксения, все опыт. Поход в поликлинику — это тоже опыт, который может быть и болезненным, и приятным, и так далее. Это зависит от человека. Я как-то, я помню, в каком-то интервью после выхода моей автобиографии «Случайная жизнь» я спросила журналистка. Сказал, Олег, скажите, а вот правда, что тюрьма — это школа жизни? Я говорю, знаете, все в школу жизни. Поездка в метро — это школа жизни. Потому что сама жизнь — это школа жизни. Так что тут... Если кому-то нужны эти уроки, для них это хорошо. Если кому-то эти уроки не нужны, ну что ж, тогда это трагедия. То есть таких мучений, которые испытывал Алексей Навальный, которые испытывали наши... И продолжают испытывать многие наши политзаключенные, мучения со стороны правоохранительных органов, со стороны системы СИН, со стороны ФСБ, в конце концов, таких не было в вашем тюремном опыте? Не, ну, послушайте. Мучения — то, что вы воспринимаете, как мучения. Я не знаю, когда меня в Сырловской пересылке посадили на пост для приговорённых к смертной казни, поскольку у них были там одиночки, где они решили меня держать в одиночке. И там был бунт, и они прислали ОМОН, который пришёл нас усмирить. Но, конечно, с одной стороны, это не очень приятно, стоять люди с этими дубинками, каучуками, на которых написано «Анальгин». И ты понимаешь, что сейчас тебя будут забивать. К счастью, этого не случилось. Пришёл прокурор по надзору, и как-то всё это остановилось. Но, в принципе, опять-таки, если вы это воспринимаете как опыт... Я же говорю, у меня было ощущение, что меня отправили в творческую командировку. Потому что я был глуп, наивен и молод, и мне всё было безумно интересно. Потому что я же был очень книжный мальчик. Я обо всём читал в книгах. А тут вдруг жизнь. И я всё время сравнивал это всё с ним. Ах, вот как... Да, вот, значит, правильно об этом писали. Так. Вот как это происходит. Вот как гуляют люди в дворике, в тюремной там и так далее. Так что, да, мне это вот по молодости, наивности, любопытству было всё крайне интересно. Но, конечно, я так говорю, ничего хорошего там нет. Вот если у кого-то есть какая-то романтика, что там вы сможете закалить характер, сможете закалить, вероятно, вы сможете закалить где угодно, если захотите. Вот пойдите, не знаю, там с палаткой в поход, закалите там. Вот. Ничего хорошего там нет. Если это можно избежать, то лучше избежать. Но опять-таки, ну я не знаю, я лишён трагического мира ощущения. Да-да-да. Как бы столь свойственного русской литературы. Вот. У меня его нет. Я воспринимаю жизнь как опыт. До сих пор. До сих пор глупо наивен, хотя уже не молод. Чёртю знает, может быть, это ещё и связано вот такое восприятие мира не только с тем, что вы книжки читали, но и о том, что вы в такой семье жили. Я сейчас вас слушаю, вспоминаю, ну не совсем похожие, потому что всё-таки в тюрьму не посадили Виктора Ерофеева, но за вот участие в Метрополе он получил такой вообще удар. И его семья, и его отец, который был очень значительным человеком, дипломатом, известным, благополучным, и карьера его была завершена вместе с вот этим с сыном-диссидентом. У вас такого, слава Богу, не случилось. У вас такой вины, потому что я почему вспомнила про Виктора, потому что он до сих пор, уже будучи сам человеком, прямо скажем, пожилым, у него до сих пор это чувство вины перед отцом, я его чувствую, оно есть, оно есть, то, что он его карьеру поставил под удар тогда своим поведением, ему тоже было 20 плюс тогда, когда всё это случилось. А у вас, как в этом смысле, извините, что я этот вопрос задаю, но тем не менее, успешный драматург, тоже, что называется, цвет советской, советской-антисоветской интеллигенции. Конечно, Родзинский не был певцом социалистического реализма, это совсем другой автор, параллельный с Совку, и в этом его, конечно, невероятная плава. Он, у папы, в этот момент запретили все пьесы, у него сняли все пьесы, у него шло 6 пьес, их тут же сняли, и спектакли, извините, не пьесы, пьесы, естественно, никто запретить не может, что они написаны, а сняли спектакли, и он должен был ехать на какой-то фестиваль в Британии, по-моему, где была поставлена его пьеса каким-то британским театром, я же не помню, каким, вот, ему сказали, что никуда вы не поедете, вот, и он до первые три года, пока я сидел, он никуда не выезжал, и у него ничего не шло, а потом вдруг неожиданно ему сказали, ой, это значит, вот будет, вы знаете, в Варшаве или еще где-то, я уже не помню, где, вот езжайте, вот как хорошо, мы будем очень рады, и он понял, что на самом деле они хотят, чтобы он, а поскольку он же все время ходил по кабинетам, и говорил, ну что, там, он болен, мой сын, у него язва желудка, у него то, у него все это, все было, и он понял, что они хотят, что он уехал и остался, не вернулся, да, и он, вы знаете, ну, нет, наверное, сейчас я как-то, вот у меня творческие планы, я должен книгу писать, и так далее, и никуда он сидел, и не ездил, вот пока, уже до самого конца, пока меня неожиданно ни для кого советская власть решила всех помиловать и упразднить вообще статью 70-ю, да, но это было чуть позже, они упразднили, но пока они были в 87-м году, они выпустили все, во-первых, было соглашение между Горбачевым и Рейлином, после саммита Брейкявики, который был в ноябре, в ноябре 86-го года, ну и, конечно, уже в декабре 86-го года Андрей Дмитриевич Сахарова Горбачев пригласил вернуться в Москву, ну а главное, конечно, что произошло в этот момент, это умер, погиб Анатолий Марченко в тюрьме во время голодовки, и это, и тут, как бы, раньше-то советская власть, ну, погиб, ну что ж, нас, сколько погибают, чем мы будем, а тут уже строили другой образ, и вот тут они испугались за Сахарова, тут они предложили Сахару вернуться, потому что не приди, Господь, что с ним случится, вот, человек, он не молодой, и непонятно, что там Бразома с 16-ми будет, вот его пригласили обратно, и решили, что начнут освобождать диссидентов, и вот так вот мы все и поехали, покуда кто-то остался. Как вы отвечаете на вопрос, почему не случилось прекрасной России будущего, почему этот проект под названием «Демократическая Россия» провалился? Вот знаете, мне больно говорить об этом, потому что я больше сейчас обижу кого-то, а, конечно, обижу. Он, к сожалению, провалился из-за того, что было очень много людей, таких, как описанная мной семья в романе «Покаянные дни». Люди, которые решили, что они по-прежнему могут заниматься своей жизнью и ну интересно или жизнь, на самом деле, подумайте, книги можно писать, можно ставить спектакли, снимать фильмы, какие-то невероятные… Россия в этот момент театр российский вырвался далеко вперёд, ушёл от европейского и американского театра по мере смелости эксперимента, который в нём существовал. И, в общем, все писали и издавали те книги, которые хотели, потому что, в принципе, на это власти было наплевать. Власть решила, что нужно контролировать телевизор. Потому что все остальные в общем-то пусть пишут, что хотят, потому что, ну, кто это читает? Они же сами себе это читают. Чего думают? Вот. И в этот момент вот это произошло опять вот эта внутренняя эмиграция, отдаление самой высокоинтеллектуальной, самой морально-ответственной части общества вот самого общества. Вот они же, ну, вот как бы, вот есть, опять-таки есть. Мы создаём свою замечательную, очень удобную, очень комфортную параллельную страну, где все думают как мы и говорят то же самое, что говорим мы. И в ней удобно, хорошо и приятно. Фёдмин Квадзе Достоевский «Разговор русских мальчиков на кухне». Помните, да? Вот все уселись по кухням таким метафорическим, сидели и во всех этих замечательных, прекрасных ресторанах, которые открылись в Москве, прекрасных клубах и на всех этих мероприятиях, которые там были. Я когда приезжал, меня иногда приглашали куда-то. Я думаю, как красиво, посмотрите там. Как назывался? Винзавод что-то. Вот какие там замечательные вещи идут. Всё было очень хорошо. Но дело в том, что у российской интеллигенции и у российской оппозиции либеральной всегда были прекрасные идеи Ксения. Она всегда точно знала, что делать со страной. Начиная с князя Голицына и его друзей, которые предоставили ещё Ане Анне план, как надо переформатировать страну. И мы знаем, как она быстро это порвала всё. Но что они не хотели делать, к сожалению, вот эта российская интеллигенция, они не хотели пойти и это делать, потому что для того, чтобы что-то изменить, вы должны построить институты и ими управлять. А это как-то не очень. Ну что, я буду бюрократом? Потому что я буду сидеть где-то в министерствах и заниматься тем вот претворением своих прекрасных идей. Ну пошли же, они же пошли как раз во время перестройки-то. Пошли, и в Верховный Совет пошла интеллигенция, и во власть пошла интеллигенция. А потом, когда вдруг это оказалось, что это не очень приятное занятие, быстро все ушли обратно и стали заниматься своими приятными проектами и своей приятной интеллектуальной духовной жизнью. А в это время бюрократия, которая, как обычно, по определению ретроградна, потому что она хочет сохранить статус-кло, сначала она заняла реперные точки, она саботировала все эти замечательные либеральные проекты, а потом началась контрреформация, как это обычно и случается. Они решили, что теперь вот эти поговорили, они отошли, мы саботировали, остановили их проекты, а дальше мы все вернем на круги своя. Дело в том, что демократия не осуществлена без бюрократии. Поэтому, что было бы замечательно, и то, что я все время говорю, когда я выступаю перед револокантами, я говорю, что нужно было бы сделать такие вот курсы практической демократии, где бы людей учили быть бюрократами, вот эта вся замечательная прекрасная молодежь, которая сейчас уехала, они замечательные прекрасные люди. Им не хватает технократических навыков. Мало из них, кто знает, как построить институт. Мы же помним Макса Вебера, что же такое демократия? Это процедуральная бюрократия. Это как бы, она существует в повторяемых процедурах, в институциях. Без этого ничего не будет, пока эти люди не будут, не овладеют тем, что по-английски называется institution building, institution maintenance. То есть строительство институтов и управление ими. Вот это, это, наверное, то, на что нужно обратить внимание, то, во что нужно вкладывать силы. Потому что когда-то эти люди вернутся с первым полетом, со вторым рейсом, с третьим, неважно. И они должны вернуться с навыками, они должны вернуться с технократическими, бюрократическими навыками, построить демократические институты и ими управлять, чтобы больше никому не отдавать. Чтобы, как мои герои, которые сидят у себя в комнате, как в аквариуме, чтобы не было этих аквариумов. Чтобы они знали, что это одна страна, а не много-много-много разных мирков. Вот по поводу много-много разных мирков и одна страна. Когда мы или там вот вы или ваши товарищи, рассуждая о том, что происходит и что произойдет в России, понятно, что каждый раз оговариваемся, что это выбор россиян, они сами должны это сделать. Вот кого мы имеем в виду. Каких россиян? Потому что у одних россиян такой выбор, который мы сейчас видим, это тоже выбор россиян. А у других совсем другой выбор. Вот как у третьих может быть еще какой-то выбор. Задаю наивный вопрос, но мне кажется, очень важно проговорить. Это не наивный, это самый важный вопрос. На самом деле это самый важный вопрос, который вы задали. Да, безусловно. Но я вообще не имею права никому дать советы. Я не россиянин, я никогда не был россиянином и уже, наверное, никогда не буду россиянином, поэтому как бы я, знаете, у меня есть такое эссе, называется «Советы потустороннего». Потустороннего, я считала, в репаблике, да? Да, в репаблике, да. Вот я как бы, я могу только высказывать мнение. И это дело россиян и только россиян, какую страну они хотят, какое общество они хотят и какую власть они хотят. Но если демократия, это же не означает единомыслие, что вот как бы все теперь либералы. Совершенно нет. Демократия означает возможность высказывать и отстаивать свою точку зрения легальным путём без угрозы за эту деятельность. Поэтому если будет возможность высказывать свою точку зрения, проводить свою повестку дня легальным путём и либеральную повестку дня и попытаться образовать людей, тех, кто думает не так, как вы, но донести до них эту точку зрения, вот с этого всё и начнётся. Потому что, вы знаете, Бисмарк как-то сказал замечательно, он сказал, воины выигрывают не генералы, воины выигрывает школьный учитель. Потому что вот то, как вы образуете людей, вот такими они у вас и будут. Поэтому вот это очень важно сделать. Пытаться как бы всех уговорить, что теперь мы будем жить в прекрасной России будущем и она будет вот такой, вот это как раз с этого начинается автократия и это мысль вы уже жили при автократии, вы знаете, как легко она становится тоталитаризмом в конце концов. Ну, как у Галича, да, бойся того, кто знает, кто скажет, я знаю, как надо. Как надо, да. Но, тем не менее, пожалуйста, опять привожу пример, вот мой любимый исторический период с одним участником, которого я была, это вот то самое время гласности и перестройки, сколько чего узнали мы и узнали мы как страна, как общество, воспитанные в советском, вот этом, в советской тьме, что называется, мы с тьме мысли брали только то, что разрешено, и огромная страница истории и правда истории была просто искоренена из нашего сознания, из нескольких поколений. И вот для меня лично, мой вопрос, я подхожу к вопросу, для меня это было вот точно вот это ощущение, когда мы знаем наконец-то всю правду, когда все открыли, с эту пелену сбросили и мы увидели весь ад и ужас советского проекта, ну точно, это гарантия, что этого больше не повторится никогда, говорила я себе. Наконец-то мы это сделали. Да? Этого не случилось. Все вернулось взад, извините за грубость, со скоростью, со скоростью мысли, даже еще в какое-то жуткое воплощение самого худшего, что можно придумать и вспомнить из Советского Союза, вот это вот то, что мы сегодня имеем под названием путинская Россия. С очень важным отличием. Что, в чем была идея Путина после 2004, я думаю, года, вот у него произошел после того, как он напугала Украина, вот когда выборы, помните, 2006 года. Первый Майдан. первый Майдан. Вот, вдруг не Янукович, а Ющенко, совершенно не так все пошло. И вот тут до этого он, я думаю, мне кажется, он смотрел на мир по-другому, вот это его напугало. И тогда он решил, что он сохранит либеральную экономическую модель капиталистическую, чего не было в Советском Союзе, при сильной автократии и курсе на изоляцию России от тлетворного ужасного Запада. Вот, для того, ну, естественно, чтобы сохранить свою собственную власть и власть своего режима. Потому что он увидел, как легко это может произойти, как легко как бы эта власть, даже если вас поддерживает государственный аппарат Украины, как легко вдруг это как бы волеизъявления народа может все это перевернуть. И никакого волеизъявления народа больше он допустить не мог. Но в Советском Союзе, в Советском Союзе что произошло? Это был тоталитарный режим. Подня же начал как автократ, не как тоталитарный проект. Проблема тоталитаризма в том, что тоталитаризм не знает пределов своей компетенции. Он как газ. Он такой, знаете, он распространяет везде. Почему? Потому что тоталитаризм не знает, что есть общественное поле. Он думает всегда, что есть только политическое поле. И любое проявление общественной инициативы в Советском Союзе воспринималось как политическое выступление. Журнал «Метрополь». Ну подумайте, ну что там было такого страшного? Сам факт непоцензурного альманаха это уже... Советно верно. Да? Я, когда сидел в тюрьме, я помню на пересылках, когда меня из Лефорта вы отправили, я встретил каких-то кришнаитов, которых посадили, потому что они были кришнаиты. Преподаватель йоги из Иргутска, я помню, мне попался. Какой-то человек, который отстаивал озеро Байкау. А по каким статьям, интересно, их сажали? Сажали по самым разным. Сажали, как будто сажали, кстати, по 190. Это такая облегчённая 70-е. Это клевета, это клеветнические измышления поручивающие советские общественные государственные строй. Там было до трёх лет. И почему? Это люди, которые абсолютно, они не то, что были нелояльны советской власти, совершенно не, они были абсолютно лояльны, но они просто выступали с какими-то общественными инициативами, которые выражали их интересы. Но власть, зачистив общественное поле, она стала только политическая. И тем самым она оттолкнула от себя население. Население стало удалено от неё, потому что она поняла, что никого никуда не допустят, и всем надо сидеть по своим кухням. Поэтому, когда пала советская власть, никто её совершенно не вышел защищать. То же самое, кстати, было и с Российской империей, как мы помним, что особенно никто, кроме несчастных кадетов-женщин, в защищение на дворец не пришёл. Я думаю, что Путин совершил ошибку большую, перейдя от авторитарного строя к тоталитарному. Потому что авторитарный строй может существовать достаточно долго. Мы видели Франка, мы видели Салазара и других авторитарных правителей. Некоторых видим до сих пор. Потому что он подкреплён чем? Он подкреплён экономикой, в которой есть участие элит, свои интересы. Но когда тоталитарный строй, он в конце концов доберётся до экономики. И там тоже будет полное государство. И тогда не останется никого, кроме кучки вот этой сидящей в бункере людей, кому этот режим будет дорог. Вот. И я надеюсь, что... Ну, я может, и не вижу, но вы увидите, как женщина более молодая... Я вас умоляю. вы знаете, вот вы знаете мне... Ксения, послушайте, когда я был в 82-м году, мне мой следователь Круглов говорил, что, Олег Эдуардович, вы же кучка отщепенцев, которых никто не поддерживает, а нас поддерживают миллионы советских людей, и вы думаете... А он прав? Да. Он прав. Он был прав, конечно, а я ему говорил, что, Сергей Борисович, да не будет через 20 лет никакой советской власти. Он был бы, вы ошибаетесь, Олег Эдуардович. И он был прав, я ошибся, не стало через 9. Вот. Так что, знаете, это на такой как бы духоподъемной ноте. Ничего подобного. Вот кучка отщепенцев так и осталась. Вы посмотрите, это тоже очень важный момент, как мне кажется, что как в советское время, вот он вам сказал, вы кучка отщепенцев, а народ за нас. Это так оно и было. Я все время вспоминаю тексты, ну, Натальи Горбаневской, где она рассказывала подробно о том, как их брали с этой Красной площади, и как, когда их брали, как там народ праздногуляющий, советский народ, подходил к ним и спрашивал, а что это, а кто это такие? Да говорят, они вот против вторжения наших войск в Чехословакию. Да какое вторжение? Да мы их спасаем, да это наш братский народ, да это вообще, их надо, это все, их надо всех посадить в тюрьму, и вот вам, пожалуйста. вы, если вас объединять вместе вот со всей этой группой, социальной группой под названием советские инакомыслящие диссиденты, так и остались отщепенцами и в сегодняшний день. И сегодня так и осталось, диссиденты, это ругательное слово. Они всегда были против власти, против народа, против государства, простите, что так долго говорят. Я с вами совершенно согласен, но где были все эти люди, когда, вы знаете, когда пала советская власть? Где они? Почему же никто не вышел на улицы защищать родной советский режим, а также праздно они смотрели, вот гуляя вокруг по площадям, скверам и паркам, и говорили, да, ну вот нет больше советской власти, вот, ой, как интересно. И вы знаете, где были все эти люди, которые должны были выбежать на улицы и дороги защищать любимого правителя Владимира Владимировича Путина, когда Евгений Евгеньевич Пригожин бедился из Ростова. Вот, где они все были? Они приветствовали Пригожина, кстати. Да, кто-то приветствовал Пригожина, а кто-то просто стоял, интересно же, запаслись попкорном. Так что, понимаете, вот я думаю, что вот этот расползающийся тоталитаризм, это будет, это очередная ошибка российского правителя и режима, и вот это то, что приведет к постепенному отталкиванию. Эти люди, как бы, они будут, ну вот есть, да, есть царь, есть царь, вот, он же сам по себе окруженный своими дворовыми, вот, своими холопами, вот, а мы сами по себе, как бы, вертикальной мобильности никакой нет для нас, вот, единственное, что мы можем сделать, ну вот, можем пойти на войну, повоевать, вдовы получат деньги, вот, все, и это как раз, ну, это не к вопросу об интеллигенции, к интеллигенции, интеллигенция всегда останется чужой, вот это вот, сразу может быть, интеллигенция, либерально ли настроена, консервативно ли настроена, как угодно настроена, она никогда, по определению, не будет частью большего общества, потому что интересы интеллигенции, они не то, что чужды, они бытийны, а интересы общества бытовы, вот, вот в этом вот разница, вот есть бытовые интересы, есть бытийные интересы, вот, но это не значит совершенно, что интеллигенция не должна продолжать, интеллигенция, в смысле, как был Александр Исаевич, образованщина, да, а интеллигенция в том смысле, о котором мы говорили в начале вашей программы, что интеллигенция не должна продолжать говорить, не должна продолжать делать, и главное — строить институции, которые бы смогли вот ту самую прекрасную Россию, счастливую Россию будущего воплотить. Причём для всех, не только для себя. Последний, наверное, вопрос задам вам. Всё-таки, на ваш взгляд, закольцовываю, что называется, наш разговор. Например, уехавшая Россия, есть ли у неё какие-то шансы на какое-то продолжение, на какое-то воспроизведение? Ну что значит воспроизведение? В смысле построить Атлантиду на отдельно взятом пляже? Тайвань, как говорит Каспаров, в Тайвань построил русский. Ну, смотрите, только если это сделать, знаете, как Цукерберг, мета-вселенная. Вот есть такой проект, я к нему участвую, вот построить такую мета-страну. Да, этот проект существует, мы нашли людей, которые технологически готовы... Настоящую Россию, собственно говоря, построят. Ну, настоящую, я хочу сразу говорить, просто нас всегда спрашивают, ну какая вы настоящая Россия? Вы, Олег, вообще не россиянин. Григорь Шалч и Гуриев уехали там в 12-м году, а Парышников в 74-м. Ну какая вы настоящая? Настоящая Россия не потому, что те, кто остались на настоящую, по всей Господь, мы не это имеем в виду. Мы имеем в виду, что это та Россия, которая нам кажется должна быть настоящей. Эта Россия не тоталитарная, не автократичная, не агрессивная. Не та Россия, которая нападает на своих соседей, а та Россия, которая помогает своим соседям. Вот в этом отношении настоящая Россия, не приди Господь, мы не говорим, что вот мы настоящие, а вы, те, кто остались на настоящее совершение, мы не делим, в отличие от других представителей, позиций, к которым мы не принадлежим, на хороших и плохих русских никого. Но можно попытаться построить такое мета-общество. Но по моему опыту, как очень старого иммигранта, всё-таки, знаете, уже почти 40 лет я живу, беда в том, что есть дети у людей. И дети, они ходят в школы, они ходят в университеты. И в принципе, они в какой-то момент, ваши интересы перестают быть интересами. Те точки общей, как бы, точки массовой культуры, вы знаете, я вам сейчас, например, скажу, Ксению, мне сразу скажите, короче, Асклефасовский. И мы сразу знаем, что это я. Откуда это? Вот мои дети, которые родились в Америке, во-первых, они плохо, они по-русски так понимают, но плохо говорят, а уж читать совсем не могут. Но для них, они воспитаны на сказках матушки-гусыни, понимаете? Они на Иваношке-дурачке. Для них всё это настолько чужое, и они как-то говорят, ну что тебе, папа, надо? Ну вот почему тебя время-то оттянет? Ну что ты туда смотришь вот в ту сторону? И даже дети, которых вывезли сейчас, через какой-то момент они, как все дети, захотят быть такими же, вы знаете, как все. Вот они захотят быть такими же, как все. То есть они захотят, говорят, на тех языках, на которых говорят вокруг. И вот как бы поэтому я боюсь, что этот проект создать «Метро-Россия» это проект на одно поколение. Это проект на поколение тех релакантов, о которых говорил Кирилл Рогов, которые вот сейчас уехали. А если они не вернутся, то их дети уже не вернутся. Их дети уже, им некуда возвращаться, это не их страна будет. Их страна будет Грузия, Германия, Франция, Киргизия, там, где они поселились. Наверное, так и должно быть. Тут очень реалистичный взгляд на будущее. Что тут говорить? Это, опять же, возвращаясь к выбору, выбор тех, кто остаётся. Выбор тех, кто остаётся, прежде всего. И об этом как раз завершаем. Могу сказать, собственно, роман о тех выборах, которые должны были сделать люди, вот этот роман «Покаянные дни», как эти выборы разрывают эту семью. Спасибо большое, Олег Родинский. Спасибо вам за приглашение. Очень был рад вас видеть. Я тоже взаимно очень рада вас видеть. И нашим зрителям напомню про книгу, которую мы сейчас назвали. Это последняя по времени книга «Покаянные дни» Олега Родинского. «Случайные жизни». Это роман-биография тоже. Не забывайте об этом. И, кстати, уж совсем последняя. У меня как раз большие надежды. Если есть на что-то, то это на зарубежное русскоязычное издательство. Которые сейчас просто веерно расцветают. И это замечательно. И мы должны были к этому прийти. В этом смысле это, конечно, та связь между уехавшими и оставшимися, которая точно должна дать какую-то перспективу жизни. Абсолютно. Вот эта связь. Я тоже на это очень надеюсь. Да, у нас в этом смысле страна, как говорят, самая читающая страна в мире. Но, скажем так, литература центричная уж точно. Поэтому это очень важно. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего на лучшее. Счастливо. 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 Счастливо.